Добрый вечер, я Искандер Хисамов и мы в прямом эфире продолжаем наблюдать и анализировать события в Украине и вокруг. В данный момент в Нью-Йорке должно начаться уже заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, который посвящен экстренному вопросу о положении в Украине. Как вы все знаете, Совет Федерации России дал разрешение президенту Путину об использовании вооруженных сил на территории Украины до нормализации обстановки. Формулировки там довольно длинные. И вот этот вопрос мы обсуждаем сегодня с экспертами и депутатами. Напомню, что у нас сегодня вечером были в гостях Олег Волошин, эксперт по международным вопросам, бывший пресс-секретарь МИДа Украины. Был также народный депутат Виталий Немилостивый. А сейчас у нас в гостях Владислав Атрошенко, народный депутат по Черниговской области. Из округ ваш находится там и как раз на границе с Россией. Ну, Владислав Анатольевич, скажите, пожалуйста, что вы думаете о том, что сейчас происходит? Какая ваша картина? Добрый вечер. Во-первых, я хотел сказать о том, что настроение черниговцев и жителей Черниговской области спокойное, уравновешенное. Люди волнуются за события в Крыму, в восточных регионах, в южных регионах. Но абсолютно спокойно смотрят на те вещи, которые, в общем-то, есть у нас в области. То есть у нас, если смотреть заявление Совета Федерации, то разрешение даны на задействование войск Российской Федерации на территории Украины с целью не допустить угрозы россиянам. Я, например, обратился с призывом к главе областного совета Черниговской области и ко всем депутатам собрать позачерговую сессию, то есть внеплановую сессию. Для того, чтобы как раз-таки один из вопросов, все депутаты, которые представляют все территории Черниговской области, все округа, чтобы они высказались о том, что угрожает или не угрожает сегодня русскоязычным или же россиянам. А много у вас русскоязычных в округе? Ну, в моем округе. Мой округ, он интересен тем, что когда-то в четвертом созыве еще, когда я был депутатом Верховного Света, четвертого созыва, в него входил непосредственно Городнянский район, в котором памятник Три сестры в Синьковке, и оттуда можно ехать в Белоруссию и можно ехать в Россию. Можно в направлении Гомеля, в направлении Брянска. Прямо от этого, то есть, въезжаешь в круговое движение, налево на Гомеля, направо на Брянск. Славянский государство. Поэтому я этот район очень хорошо знаю, эту территорию хорошо знаю, и абсолютно никаких, скажем, сепаратистских настроений у населения нет. Нету. Тем более массовых каких-то сепаратистских. И абсолютно на сегодняшний день, если брать мой округ, немножко переделили округа в связи с тем, что население сельских районов, оно значительно сокращается. Поэтому у меня сейчас половина города и два района. Третьего района нет. То есть настроение там, в общем... Настроение нормальное. Есть вот, например, Добрянка в Репкинском районе, которая русскоязычная. Но я ни разу... У меня была масса встреч в Добрянке. За вот этот год я в Добрянке был, наверное, раза четыре. Вопрос не остановился о том, что люди тяготеют к России или жить в России. Хорошо. Но мы поняли настроение. Это тоже важно. Настроение как раз на границе трех славянских государств. Это интересно во всех планах. Но вот какое ваше мнение в целом по Украине? Есть ли такая реальная угроза ее суверенитету? Или вы думаете, что все-таки это маневры с использованием силы и так далее? Скандир, я бы не хотел, чтобы мы были изначально в «Матрице». Все смотрели фильм «Матрица». И не дай бог, я бы не хотел, чтобы этот весь сценарий уже был выигран между супердержавами. И мы шли по этому сценарию. Не дай бог. Я бы не хотел так же, чтобы этот сценарий разыгрывался кем-то именно в контексте последующих выборов президентских. Чтобы кто-то не появился, кто потом ценой вот это нагнетание все потом снимет, договорится, урегулирует и получит голоса людей. Многие не хотят. Даже большинство, я бы сказал, украинцев этого не хотят. Но есть реальные угрозы. Есть такие слова сказаны, что использование вооруженных сил другого государства на территории украинского государства. Слова эти сказаны и уже кое-какие действия. Во-первых, я считаю, что сегодня все политики, они должны быть взвешены очень и очень осторожны в своих заявлениях. Поэтому я бы не хотел, скажем, говорить о тех вещах, о которых в сегодняшней ситуации, в сегодняшней обстановке должны говорить исключительно уполномоченные на это лица. Исполняющие обязанности президента, премьер-министр. Но они высказали, что сейчас был только что брифинг. Я хотел бы говорить о тех вещах, о которых я имею право и считаю, что эти вещи ни в коей мере не могут повредить ситуации. Так, скажите. Второе, я считаю, что необходимо задействовать все имеющиеся в мировом арсенале механизмы дипломатических миссий, дипломатического воздействия. И на сегодняшний день, я не знаю, при всех составляющих, при составляющей имперской стороны России, империя всегда стремится к расширению влияния. И как следующий шаг, возможно, не буквально расширение территории, так игра, торги и так далее в геополитике. Но я считаю, что Владимир Владимирович Путин разумный человек. И он должен понимать, что в этой игре он может выиграть Крым, но он может потерять всю Россию. Я здесь одно замечание личное. Я довольно серьезно был вовлечен и в российские события, имею представление об эстеблишменте и настроении. Вот я думаю, что Путин точно знает и больше всего боится, может быть, если у него такие страхи есть, что ему россияне не простят утрату Севастополя. То есть полную утрату влияния. А он, видимо, считает, что новое правительство Украины может это сделать. Как вы думаете? Я считаю, что политики такого уровня, как президент России, должны взвешенно подходить ко всем факторам. Да, есть фактор, скажем, электоральный. Собственный российский, внутренний фактор. Что вот россияне не простят, но нужно объяснять россиянам, что Россия это часть мира. Это игрок геополитического уровня. И на сегодняшний день есть угрозы другого характера, экономического характера. России нужно кому-то продавать газ. России нужно кому-то продавать продукцию. России нужно привлекать инвестиции. Это рабочие места, это доходы, бюджет и так далее. То есть у России есть масса других факторов, проиграв которые, Путин понесет электоральные потери несоизмеримо больше с выигрышем относительно того, что он покажет, что он борется. Это один из мотивов. Есть и другой мотив, как мне кажется, вот когда там штабы ситуационной комнаты где-то у Путина, там в Кремле или еще где-нибудь заседают, они, наверное, просчитывали такой вариант, что они подают сигнал всем, кто недоволен, скажем, действиями новой власти и вообще наличием новой власти. Ну а такие существуют. Подают сигнал, что за них есть кому, так сказать, или какой-то силовой ресурс они могут предоставить. И может быть уже этим объясняется обострение ситуации в Харькове, в Донецке, в Луганске и так далее. Вот именно сегодня. Вы знаете, вы правильно сказали, абсолютно. То есть мотивация здесь понятна россиян и президента России. Россияне сейчас пользуются той же картинкой. Если был захват областных администраций на Западной Украине и нельзя было бороться против народа, то он попробует отыграть эту же карту на Восточной Украине, где тот же народ и применять силу против своего народа достаточно сложно и так далее. Но, тем не менее, сам факт, здесь важен факт присутствия войск другого государства за пределами гарнизонов, места дислокации, определены международными договорами. И сам этот факт достаточно сложно объяснять угрозами российскому населению. В чем эти угрозы? Ну это вообще вопиющая на самом деле ситуация. Вот это крайняя вещь. Это можно характеризовать как война. Да. Я очень не хочу применять этих слов. Я не хочу применять это. Но, тем не менее, это крайняя, самая крайняя мера, которая мимо всех. Ну вот давайте так. У нас не так много времени, к сожалению. А вот вы как депутат и как член Верховной Рады. Какие бы вы действия, помимо того, что вы сказали, диалог с диаспорами, вы уже назвали, что может сделать Верховная Рада своими решениями, внутреннего характера, может быть, я не буду касаться оборонной и так далее, составляющей, чтобы разрулить как-то это дело? Я считаю, прежде всего, что предыдущая история предыдущих двух месяцев, она достаточно сложно трактуется с точки зрения закона, буквально. Абсолютно. Достаточно сложно трактуется. И поэтому эта ситуация, которая сейчас есть в Крыму и в восточных областях, она зеркальная. И сегодня не совсем было бы эффективно с точки зрения разрешения ситуации трактовать ее как нарушение или не нарушение действующего законодательства Украины. Это возможно, но не совсем эффективно. Я считаю, наиболее эффективно в этом вопросе, это как раз таки международное давление, дипломатические каналы и все, что связано с объяснением России и возможных ее пытений. Я это понял. И вот здесь ошибки или какие-то вещи, неизбежные при революционном развитии событий, какие-то революционные действия, они всегда вырываются за рамки закона. Именно революция, то, что произошло в Украине, революция всегда незаконна. Они потом диктуют свои законы, как и сейчас происходит. Это неизбежная вещь. Но тем не менее, когда на уровень международных правовых разбирательств выходит, там действительно и с президентом вопросы, и с конституционным судом вопросы, и с назначениями и так далее. И, допустим, московские адвокаты, условно говоря, они могут так замотать эти все вещи на международном уровне, что трудно будет разобраться. Как вы думаете? Я об этом же и говорил. Вот ваш предшественник на этом месте, час назад находился, Виталий Немилостивый, народный депутат, вы, очевидно, его хорошо знаете. Он, знаете, не исключил, и даже предложил такое, чтобы вернуться, как, кстати говоря, настаивает и российская сторона, к соглашениям 21 февраля. Даже он, это я цитирую, это не моя оппозиция, он допускает присутствие всех подписантов этого соглашения, включая Виктора Януковича и лидеров тогдашней оппозиции, а ныне у власти Яценюка, Кличко и Тегнебока, и министров Франции, Германии и Польши, те, которые, так сказать, визировали этот договор, вернуться и вновь подписать и предлагать решение. Я не вижу здесь реальности, если честно. Вы знаете, вернуться к соглашению, я здесь немножко с Виталием не согласен в этой части, и не немножко, а категорически, потому что вернуться к этому соглашению, это вернуться к Майдану, вернуться опять к противостоянию серьезнейшему. И я думаю, вряд ли возврат к этой ситуации, он решит сегодняшнюю ситуацию в Крыму и на Востоке. Он ее запутает настолько, если сейчас еще вернуть сюда президента, если отмотать назад все решения относительно Конституции и так далее, я просто не берусь провозировать. Я сообщил сразу на это, я не представляю, как, допустим, тот же Арсений Яценюк или Кличко и тогда появятся перед Майданом, после того, как они сидели за одним столом с Януковичем. Мы вернем президента и вернется 200 тысяч людей на Майдан. И мы получим две проблемы, мы получим проблему на Востоке и проблему в Сталинске. Это, конечно, будет кошмарное разочарование, так сказать, Майдана, и это будет совершенно непрестное. Я думаю, что эта гипотеза все-таки, ну пусть остается в разряде гипотез, и я остаюсь... А как вот все-таки повысить уровень легитимности тех решений, которые были приняты уже новой властью, либо отменить какие-то из них? Я это предлагал в своем обращении к депутатам областного совета элементарно. На уровне сессии областного совета внеочередных, одним из пунктов обязательно высказаться относительно ненарушений абсолютно никаких ни языковых, ни никаких иных прав россиян и русскоговорящих рас. Второе, это высказаться относительно легитимности Верховного Совета Украины, легитимности Кабинета Министров, легитимности исполняющего обязанности президента Тире Главнокомната. Ну, то есть положительно решить это? Я считаю, что это подтвердит легитимность существующей власти, и подтвержденная вот таким образом легитимная власть, она будет уполномочена решать эти вопросы с привлечением международных институций. Ну, хорошо, Владислав, спасибо, ваш план понятен, и ваша работа со своими избирателями в округах сейчас очень важна. Действительно, депутаты, это передовой отряд политический, они должны разговаривать с людьми, снимать напряжение и в то же время ставить задачи. Возможно, все-таки это принесет успех. Спасибо, будем следить за событиями.